Как крючком связать красивую занавеску, выбор узора, схемы. Сейчас в тренде изделия, сделанные своими руками. Очень красиво будут смотреться вязанные крючком шторки на кухне или в прихожей. Существует множество схем для создания таких изделий. Как связать занавеску крючком на окно, узнаем дальше. Тюлевые занавески выходят легкими, ажурными, с неповторимым узором, они создают уют и неповторимую атмосферу. Вязать их можно как длинными, так и широкими, вносить свои коррективы, комбинировать узоры, что представлены на схемах. Смотрите пример ниже на изображении. Вязание крючком, в частности шторк, имеет множество преимуществ. На покупку материала вы потратите минимум средств. Этот же пункт касается инструмента. Вы сделаете неповторимую модель, не очень похожую на другие, учтете все мелочи, свяжите именно такую шторку, которая идеально впишется в ваш интерьер. Выбирать цвет пряжи можно какой угодно, главное, чтобы сохранялась гармония в вашем интерьере. Шторки, оформленные в ретро-стиле, либо кантри подойдут для окон в маленьких комнатах. Они создадут уюты в помещении. Если же еще в комплекте к шторам будут идти салфетки, вазы, чехлы на маленькие подушечки, то с такой уютной комнатой не захочется уходить. Основное преимущество вязаных шторок в том, что создать такие изделия сможет любая женщина, необходимо лишь изучить базовую технику вязания крючком. Да и купить в магазинах для рукодельниц сейчас не составит особого труда ни пряжу, ни крючки, а схем для вязания в сети интернет множество, можно применять любые. Дальше представлены некоторые из них. На просторах онлайн в специальных журналах для вязания крючком вы найдете много схем и пошаговых мастер-классов по созданию шторк для разных комнат. Основное правило это то, что шторки должны вписываться в общий стиль пространства. Вы можете применять разную стилистику, идентичный орнамент повторяющийся через некие промежутки. Смотрится просто и понятно, тем самым может быть применим к любой комнате, начиная от классического стиля, заканчивая ретро-стилем. Интересно будут смотреться и снежинки на шторках, и цветочной композиции, в детской, милой зверушке. Кто любит абстракцию, есть и такие узоры. Сюжетный орнамент на всю штору. Можно придумывать любой рисунок на все полотно шторки. Отлично, если вы имеете художественный талант, это вам пригодится в создании изделия. Благодаря картинке на шторе можно обеспечить на кухне или в другой комнате уют. Изображение создают в различных вариациях. Применяют как цветные картины, так и одного цвета. Красиво смотрятся шторы с узорным низом. Отличная идея для короткой занавески. Особенно утонченно смотрятся кисти винограда, нежная паутинка, снежинки, винзеля и тому подобное. Кто любит ровные линии, можно использовать Как украшение занавесок, вязание геометрических фигур. Вязание крючком занавески, филейной техникой, описание. Рассмотрим, как связать занавеску крючком в различных техниках исполнения. Первая группа это филейная. Существует множество схем для выполнения этого вида вязания. Прежде, чем начинать вывязывать занавески, определитесь заранее, какая схема вам подойдет. Еще заранее определитесь с размерами штор, а уже потом приступайте к выполнению задуманного. Ниже представлены различные схемы для вязания штора, как связать шторки филейной вязкой. Для процесса понадобится крючок определенного размера. Размер должен подходить под нити для вязания. Нити для вязания можно. Выбирать любого цвета процесс сперва понадобится набрать определенное число петель, провязать обычную цепочку, не соединять первую и последнюю петлю, пусть цепочка будет ровной. Рисунок для вязания выглядит следующим образом. Когда первый ряд провязан, начните чередовать ряды, как на изображении выше. Первым делается ССН столбик с одним накидом плюс 2 ВП воздушной петли. Далее 3 ССН плюс 1 Ньютон. Заметьте, что когда начинаете вязание филейной техникой, то следует провязывать 3 петли, а заканчивать ССН. Такой узор вяжется до самого конца вязания, пока не получится готовое изделие. Рисунок, который вы хотели бы видеть на шторах, вяжется поверх квадратов из столбиков и воздушных петель. Если вязать занавеску на кухню, то стандартные размеры полотна шторки около 40 см в высоту, 70 см в ширину. Когда закончите вязание по схемам крючком, свяжите подхват аксессуар для подвешивания шторок на карниз. Его можно выполнять в виде ленты, в виде цветков или других фигурок. Здесь приветствуется фантазия. Используйте это исполнение подхвата, которое вам нравится. Вязание крючком красивых занавесок техникой брюги. Не освоив чтение схемы и умений вязания крючком, техника брюги будет недоступна начинающим рукодельницам. Как связать крючком занавеску таким способом, смотрите дальше. Изделия, выполненные данными узорами, вязать сложно, ведь вязание идет не по прямым рядам, а вывязываются целые фигуры, которые после следует соединить воедино. Их чаще всего заполняют в эпо-либо во время вязания или же после создания узоров. Вот такие шторы могут получиться, если связать множество фигур и соединить их между собой. Но перед тем, как занавеска займет свое место, прикрывая окно, следует ее простирнуть, а после дать ей просохнуть, но не полностью. Влажное изделие легче выглаживать утюгом. Лишь после этого штору вывешивают на окно. Как связать красивые занавески крючком ирландской техникой вязания? Вязать ирландской техникой тоже непросто. Как правило, на заранее подготовленном полотнище, связанном сеткой, раскладывают узоры, как на изображении, представленном ниже, а после вяжут изделие. Как связать занавеску крючком в ирландском исполнении теперь понятно. Вот только вам заранее придется обдумывать процесс, чтобы узоры получались симметричными и смотрелись ровно. Основу можете использовать любую, начиная от филийной сетки, заканчивая декоративной. Вязание крючком штор занавесок идеи фото. Чтобы выбрать, какие шторы связать собственноручно, можете посмотреть фото, предоставленные ниже. Тогда вам проще будет определиться с тем, как связать занавеску крючком, какие схемы для узоров выбрать, какие купить нитки. Цвета пряжи могут быть любые, но толщина их должна быть одинаковой, иначе шторы получатся неровными и неаккуратными. Итак, дальше предоставлены варианты разных занавесок, которые могут украсить и ваши окна в доме, и радовать своим видом гостей и домочадцев. На изображениях всего лишь идеи, а вы можете вносить свои изменения, менять цвета, узоры, форму, штор. Еще на портале можете найти по этой теме интересные статьи здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА